Хочу сказать огромное спасибо организаторам фестиваля. Такое чувство, как будто я попала совершенно в другой мир. Мир добра, счастья, любви, согласия и взаимопонимания друг с другом. Более того, мы учимся здесь, стремимся к тому, чтобы действительно понимать другого человека, чтобы давать счастье другим людям. И сделать всю жизнь счастливой, и других людей тоже научить чему-то, передать эти знания, которые мы здесь получаем. Поэтому я очень рада, что попала на этот фестиваль, и больше, скорее всего, без этого фестиваля больше прожить не смогу. Наверное, теперь уже будем все время посещать вместе со всей семьей этот фестиваль. Огромное спасибо. Олег Сунцов. Человек, который говорит, и в это время иногда просто, как бегут мурашки по телу, которого хочется слушать. Видно, хотя он и говорит, в общем-то, о сложных вещах простыми словами, есть понимание, насколько он глубоко это чувствует и понимает, верит. И даже я вот почему-то подумал вчера, что он на самом деле, может, даже лично знает Бога. Нахожусь в состоянии легкой эйфории от всего происходящего. И, честно говоря, с каждым днем влюбляюсь в это место все больше и больше. Сегодня у меня посетила мысль, что, наверное, когда настанет день мне просто уезжать, я буду очень сильно плакать. Полный восторг. Это настоящий отдых. То есть я отказываюсь даже от моря. То есть я вот, меня просто дети там, идите на море. Я говорю, нет, я хочу на лекцию. То есть вот такое вот состояние души такое. А лекторы просто вообще тоже. Ну, в общем, вот все вроде разное и все вроде вот одно и то же. И вот учитывая, что каждый из них человек прекрасный и все настроены на счастье, на помощь другим, вот это вот испытываешь от этого вообще прям такой вот заряд энергии, счастья, радости, благодарности. Я не понимаю людей, которые вообще едут отдыхать там на Кипр либо на Турцию. Вот у меня многие знакомые поехали, потому что здесь есть все. Не только там море, а солнце. Самое главное, конечно, здесь очень хорошее общение. Замечательные люди, которые там не пьют, не порят. Очень чистые такие, можно сказать. Я сегодня съела на завтрак две порции салата. А я вчера съел две тарелки каши и яичные. У меня просто до этого не было большого опыта медитации. Вот, и когда в первый раз испытываешь эти ощущения, это особенно удивительно. Когда ты, наконец, останавливается, этот хоровод ненужных дурацких мыслей, которые постоянно кружатся в голове, ты можешь сосредоточиться внутри себя. Это удивительно. Каждая медитация, каждый раз это разное. И каждый раз с нетерпением ночью ждешь нового утра, чтобы еще раз это почувствовать. Ну, я, конечно, думала, что здесь будет хорошо, но в такой степени я не ожидала. Я нашла все ответы на свои вопросы, очень духовно зарядилась. Этот заряд, мне кажется, очень надолго еще у меня сохранится. Кроме того, что фестиваль несет с собой огромную благость, он мне показал, лично мне и, наверное, всем нам, сколько прекрасных, чудесных людей в стране и в ближнем зарубежье, которые приехали. И кажется, что здесь ты живешь действительно в ведическом обществе. У меня такая стойкая ассоциация получается, что, например, отдых в Турции, где все включено, это типичные райские планеты по лунному типу. То есть там еды полно, сплошные развлечения, там море, солнце, ничего не делаешь, просто прожигаешь деньги. Потом в какой-то момент кончается отпуск, кончаются деньги и возвращаешься обратно к своей работе. А здесь, ну, вроде то же самое. То есть всем хорошо, все счастливы, то же море, то же солнце, но при этом все занимаются духовной практикой, ходят на йогу, развиваются. Ну, типичная райская планета солнечного типа. У меня был выбор остаться в Москве и участвовать в дебатах по поводу выборов в Мосгордуме. Мне пришлось сделать выбор, остаться там и приехать сюда. И получается, что, сделав выбор приехать на благость, я фактически заранее проиграл выборы, потому что отказался от возможности обратиться к людям. Но вот не жалею об этом нисколько, потому что депутаты, они в основном обещают улучшую жизнь людей. А здесь ее реально улучшают. Как все заметили, наверное, я фотографирую. И одну заметила закономерность. Когда люди приезжают сюда, они достаточно мрачные, загруженные делами, проблемами. Под конец фестиваля все становятся солнечные, лучистые, у всех улыбки. И просто идешь и снимаешь просто каждого человека. Если в начале фестиваля я только отмечаю определенных людей, которые уже изначально улыбаются, то в конце просто даже не хватает рук. Нужно иметь несколько рук, чтобы запечатлеть всех людей, которые стали счастливы. Здесь удивительно быстро открываются сердца людей друг к другу. То есть буквально пообщавшись 10 минут с человеком, можно подумать, что ты уже общаешься год и очень глубоко. Это прелесть фестиваля, такая необычная вещь для нашего современного мира. Я желаю всем счастья! Я желаю папе и маме счастья! Дорогие участники фестиваля «Благость», мы начинаем цикл репортажей «Открой сердце». Мы каждый день вот в этой беседке, которая находится возле детской площадки, будем вас с удовольствием ждать в послеобеденное время с 3 до полчетвертого, для того, чтобы вы могли поделиться своими впечатлениями, эмоциями о фестивале «Благость». Быть может, рассказать что-то сокровенное, открыть свое сердце. Мы будем вас ждать!